По поручению главы администрации Самара Олега Фурсова в столице региона налаживают производство нового безопасного противогололедного реагента. Он придет на смену Бионорду, который закупался в другом регионе, причем недешево. К концу этого года мы попробуем выйти на контрольное испытание антигололедного реагента и потом в течение нескольких лет запустить его производство. Мы должны не только доказать жителям Самары, но мы также должны доказать соответствующим инспектирующим организациям, что этот состав экологически чистый. И только после этого мы сможем заказывать оборудование. Прорыв в экологии демонстрируют и производители колодезных люков. Их создают из переработанного вторсырья, полимеров и песка. Каждый может выдержать до 25 тонн. Сам же весит около 70 килограммов. При этом не поддается никакой коррозии. Они неинтересны сборщикам металлолома, так как в последнее время участились случаи, что просто воруют крышки от чугунных люков. То есть и плюс они дешевле, соответственно это экономия для бюджета. Свои уникальные разработки представили на выставке «Бизнес для города» исключительно самарские производители товаров и услуг в сфере благоустройства и ЖКХ. Возможность встретиться с ними получили непосредственные потребители. Это на наш взгляд крайне важно, чтобы локализовать все закупки, которые есть на территории по профильным направлениям, локализовать именно на самарских товаропроизводителям. Потому что город на самом деле достаточно богат производителями по абсолютно разным направлениям. С предложениями производителей ознакомился глава городской администрации Олег Фурсов. Его заинтересовали разработки в сфере энергосбережения, освещения улиц, средства защиты дорог и бордюров при авариях, а также некоторые элементы благоустройства. Вот эта выставка, она демонстрирует, что санкционный режим, который был введен против нашей страны, он приводит к тому, что ряд производства у нас возрождается. Для нас это очень отрадно, создаются новые рабочие места. Городские власти ищут возможность сделать город чище, красивее и комфортнее для горожан в самые короткие сроки. Такую задачу поставил в своем послании губернатор Самарской области. Некоторым из участников первой узкоспециализированной выставки рекомендовали принимать участие в аукционах. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События.